Приветствую вас, друзья, и сегодня мы поиграем в симулятор школы под названием Академия. Нам предстоит спроектировать и построить собственную школу, и, естественно, это будет идеальная школа, если она, конечно, через три дня не развалится. Давайте придумаем название какое-нибудь, ну, типа, даже не знаю... Школа Святого Спотмана, например. Школа Святого Спотмана. Так, отлично. Вот так вот. Ни капли не высокомерны, конечно же. Так, а вот это вот я не знаю, что это. Это, видимо, слоган какой-то школы. Блин, ну, я бы написал что-то вроде «Ничто не вечно», намекая на то, что школа скоро развалится и все разрушится. Так, а на русском тут можно писать? Но не знаю, как это будет по-английски. Да, друзья, давайте. Ничто не вечно. Только вот квадрат теперь у нас на гербе. Так, ладно, давайте латинскими буквами просто напишем. Ничто вот так вот. Не вечно. Замечательно. Вот, посойдет. Так, теперь цвет, наверное, красный какой-нибудь выберем. Вроде не помню. Или вон, смотрите, фиолетовый, пурпурный. Выглядит супер. Так, давайте подберем второй цвет. Не знаю, даже зелененький, может, или вот такой вот желтый, будто золотой. Мне кажется, вот такие цвета идеально сочетаются, друзья. Так, и теперь мы немного можем наш герб кастомизировать. Только разные иконки-то там можем вставлять. Ну, давайте подумаем, что самое важное в жизни. Естественно, еда. Далее идет у нас солнце, наверное. Потом. Ну, будем считать, что это символ науки. И так же... И так же... Что тут еще есть? Горы. Ну, и так же музыка, конечно, это важная часть нашей жизни. Все, готово, друзья. Приступаем к строительству. Я надеюсь, сейчас мы разберемся, потому что игра полностью на английском языке. Ихера себе территорию вот этой школы у нас будет. Но для начала мы давайте построим какую-нибудь маленькую-маленькую школу. Бюджет у нас 55 тысяч долларов. Если здесь вообще валюта выступает в долларах. И 5 работяг у нас есть, друзья. Доставка какая-то. Видимо, сюда материалы будут привозить. И вот работяги покуривают себе, отдыхают, друзья. Так, ладно, давайте. Где мы будем начинать вообще наше строительство? Надо было леса сначала, эти кусты вырубить. Пальм смотреть. Но я понять не имею, как это делать, друзья. У нас есть объекты. У нас есть стены всякие. Зоны. Для начала давайте вон персонал. Для начала. Так, а это что такое? Трансфер студентов, что ли? Количество студентов, наверное. Не очень понятно, друзья, что это пока что. Но давайте сначала разберемся с самим зданием. Естественно, у нас будет кирпичная, я думаю, стена. Тут стен, кстати, не так уж и много. Снаружи здания будет кирпичная стена, внутри будут какие-нибудь такие монотонные вот голубые стены, например. Или оранжевые. Давайте оранжевые замутим. Так, рядом с дорогой. Наверное, не сильно поблизости. Вот так вот. Отсюда будет начинаться наша школа. Я надеюсь, можно здесь дорожку какую-нибудь сделать. Так, вот такая вот она небольшая. Сделаем вот так вот. Так, рабочие уже пошли работать. Можно ускорить, кстати, время, я вижу. Но пока что делать этого не будем, потому что я сам буду долго тупить. Так, и входные двери. Двойная парадная дверь у нас будет. Только я не уверен, что я поставил на самом деле под центру. Так, погодите, 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 работяги. Так, мне кажется, надо немного правую стену тогда увеличить на одну клетку вроде как. Ну-ка. Да, на одну клетку. А как здесь удалить? Удалить то, что я намутил. Так, вот, cancel, cancel. А сразу выделить нельзя по одному кубику. Скорее всего можно, но я пока что не очень понял, как это сделать. Может быть, шрифт зажать или что-то вроде того, но нормально. Итак, садимся, друзья. Так, вот. И вот так вот. Отлично, все, можете продолжать работать. Давайте, скорость тоже стандартная. Пока что внутри нашей школы кусты и деревья. Но это, естественно, временно. Так, сейчас мы подумаем, какой у нас будет коридорчик. Примерно вот такой узкого коридора не будем делать. Так, давайте уже внутренние стены начинаем делать. Оранжевый, как мы и планировали. Внутренний такой небольшой коридорчик. А справа и слева будут какие-нибудь столовки или сортиры или что-нибудь того. А классы будут уже вот здесь вот, скорее всего. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот здесь вот. Следующая стена. Да, что-то широкий слишком у нас коридор, конечно, получился. Но нормально. Немного покороче вот эти вот стены, наверное. Как-нибудь вот так вот. Так, блин, а построенную стену я уже не смогу, да, убрать. Вот это херово на самом деле. Смотрите, в недоумении просто находится сейчас строитель. Потому что он начал только стену строить, а я тут же ее убрал. Так, ну ладно, нормально. И так, короче, сойдет. Значит, будем увеличивать вот эту вот область. Вот так вот. Да, что-то большая, честно говоря, школа в итоге получилась у нас. Но нормально, нормально на самом деле. Так, и теперь где-то, наверное... Ну, вот здесь вот будет уже небольшой коридорчик. Где-то вот такой вот, наверное. Наверное, вот здесь вот делаем стену. Все, и здесь уже будут классы. Не знаю. Наверное, много места под классы не нужно. Как-нибудь вот так. Сколько нас там денег мы потратили? Нехило так денег мы, наверное, на самом деле всрали. И это только начало пока, что мы только стены начали строить. Так, дальше. Вот так вот. И вот так вот. Так, вот такая вот небольшая у нас планировочка. Все, можно, наверное, заставлять наших рабочих. Так, давайте теперь с дверьми разберемся. Вот это дверь для персонала, насколько я понимаю. Сначала давайте простые двери поставим. Так, справа у нас будет... Я не знаю, на самом деле, что это будет. Но, наверное, где-то столовка будет. Где-то будет сортиры, наверное. Или, может быть, отдельные вот такие вот комнаты уборные сделать, небольшие. Так, можно даже ускориться, на самом деле. Это что-то немедленно работать станет. Мы можем либо все ровно взять, разделить, но получатся в итоге маленькие классы по 4 квадрата. Да, что-то совсем крошечные. Ладно, давайте так, абы как сделаем. Некоторые будут больше, некоторые будут меньше, но ничего страшного. Так, вот этот вот маленький будет класс. Вот такой вот. Вот так вот и вот так вот как-нибудь. Так, погодите, надо убрать отсюда. Вот, отлично, друзья. Так, теперь двери. Вот здесь вот, вот здесь, вот здесь. Здесь будет двойная дверь. И вот так вот. Отлично, друзья. У нас получилось в итоге 5 классов. Мне кажется, это неплохо для небольшой школы. Вот здесь вот, наверное, будет столовка, пожалуй. Так, мы можем уже начать делать пол. Давайте здесь бетоном все зальем, вот так вот. Вот здесь кухонный пол. А вот здесь вот, пока ничего не будем делать, на самом деле. Возможно, сортирчики будут вот такие вот маленькие. Здесь женские, а здесь мужской. Хотя здесь мы уже не сможем ничего построить, потому что я присобачил здесь дверь слишком близко. Но мы всегда можем переместить ее вот сюда вот. Но все равно какой-то маленький класс будет. Может, все-таки действительно разделить ее на две части. И да, наверное, мы сейчас прямо вот так вот сделаем. Разделим на две части. Конечно, один сортир меньше другого, но ничего страшного. И так сойдет. Надеюсь, всем места хватит. Вот с этой стороны только получилась еще дверь. Можно убрать ее или нет? Как убрать, блин, дверь сраную? Снести. Мне еще нужно ждать, пока не снесут. Да, видимо, те объекты, которые мы уже построили, нужно дожидаться, чтобы они их снесли. Так, постепенно работают работяги. Все нормально, друзья. Скоро они уже закончат. А мы пока что можем раздумывать все дальше. Можем статую, например, поставить. Вот тут статуя какая-то есть. Правда, она крошечная. Так, это сейчас сутки прошли уже, да. Рабочие свалили уже и снова пришли. Давайте две статуи вот здесь вот поставим. Раз. И два. При входе... Дорожку я хотел еще сделать. Так, газончик, смотрите, можно посадить кусты. Но кустов тут и так хватает, на самом деле. Давайте вот такую вот дорожку сделаем. Вот, отлично. Надо бы еще замутить где-нибудь спортивную площадку или типа того. Не знаю, есть ли здесь такая возможность, но что-то пока не похоже. Что-то еще есть, кстати. Фонтанчик. О, надо было фонтан, наверное, поставить вместо этих статуй. Но статуи уже поставили, так что... Ладно, плевать. Фонтаны не будем ставить. Ну и задница. Куда они, кстати, свалили? У них перекурс, что ли? Или у меня деньги закончились? Нет, деньги у меня не закончились. Все нормально. Видимо отдыхают. Так, объекты. Что у нас здесь? Столы всякие. Вот сейчас мы с этим будем заниматься. Кровать даже есть. А, блин, друзья, нам же... Нам же нужен медпункт. Блин, как я про это вообще забыл. И теперь его точно уж разместить некуда. Но мы можем увеличивать нашу школу. Да, будет уже не квадрат, не прямоугольник. Некоторые корпусы будут увеличивать нашу школу. Так, ну придется так сделать. Потому что без медпункта никак. Я думаю, так, переходим обратно. И начинаем увеличивать нашу... Можно коридорчик вот так вот увеличить. И тут что-нибудь отстраивать уже. Пока вот так вот сделаем. Две дополнительные комнаты у нас появились. Вот, отлично. Так, правда вот здесь вот стены должны быть оранжевые. Так, как я там убирал? Блин, почему я сразу не могу все убрать? Обязательно кликать. По каждому объекту нужно. Так, вот так вот. Вот так. Вот так. Вот эту стену на самом деле теперь было бы неплохо снести. И поставить опять же оранжевую. Блин. Из-за того, что я увеличил... Увеличил наше здание. Вот такая вот херня произошла. Теперь сносить. Ну ладно, давайте снесем насрать. Давайте сносить работяги. Они начали, кстати, работать. Давайте сначала тогда туалеты заделаем. Можно, кстати, разровнять теперь эти сортиры, но я этого делать не буду. Или хотя... Ну хотя, ладно, это я тоже уменьшу, короче. Сделаем вот так вот. Теперь они, сортиры, будут одинаково смотреть. Рабочие через сортиры проходят. Здесь через дыру. Надо, кстати, ее заделать. Так, заделываем. И появились у нас дополнительные комнаты. Давайте делать вот так вот. Все, отлично. Как раз одна большая комната это будет медпункт. А вторая, не знаю, может там комната директора. Или можем ее разделить на целых четыре комнаты. Одну сделаем для директора или что-нибудь типа того. В общем, потом это решим. Так, давайте заделать теперь сортиры. Я надеюсь, здесь сами унитазы уместятся. Где здесь вообще их ставить? В объектах, наверное. Так, вот библиотека. Вот как раз под библиотеку. Можно кафетерий, даже офис, смотрите. Здесь клиника, компьютерный зал, компьютерная лаборатория, клуб какой-то даже. И тут в клубе только столы и стулья. Класс и мусорка. Так, кухня, туалет. Вот унитазы, друзья. Так, давайте их развернем. Как-нибудь вот так вот. А мы можем кабинки сделать? Что-то не похоже на самом деле. 600 баксов, блин, унитаз стоит. Хера себе. Вот это цены. Так, ладно. Вот так вот размещаем. Три сортира, мне кажется, будет достаточно. Вот здесь вот рукомойник. Не очень понятно. Вот так вот, да, наверное? Да, вроде как. Вроде как. Можно еще здесь рукомойник сделать. И вот здесь вот один. Так. Это будет женский, раз мы не поставили писсуары. Так, теперь мужской, друзья. Ставим писсуары. Три штуки. А, да, смотрите, сразу с кабинками. Туалеты. Так, ну отлично. Тогда вот так вот. Туалеты теперь стандартные. И один рукомойник, потому что... Хотя вот сюда вот еще второй влезет. Да, давайте. Второй вот здесь вот разместим. Вроде нормально сортиры получились. Так, все, с этим мы, значит, закончили. Теперь давайте оборудовать, наверное, столовку. Так, вот кухня. Что у нас здесь? Денег, кстати, все меньше и меньше. Скоро я весь бюджет просру, и мы останемся без компьютерного класса. Ну, скорее всего, мы переживем, на самом деле, это. Не пойму, что вот это вот такое. Так. Сохраняет, видимо, от грязи. Это, видимо, мойка, скорее всего. Но я не знаю, где ее разместить. Давайте вот так вот. Дальше это что у нас? Типа холодильной камеры, наверное, что-то. Давайте захерачим сюда. Короче, пока что временную... Временную столовку сделаем. Потому что вот это плита, наверное. Ну, не знаю, и две плиты вот так вот поставим. Дерьмо, конечно, получилось. И здесь, кстати, в этом разделе никаких столиков обеденных, видимо. Самому их нужно ставить. Вот сюда вот так доска, смотрите. Есть тут столики какие-нибудь? Офисные. Вот, просто столы, наверное, поставим. Пока что несколько. Раз, два, три. Нормально. И, мне кажется, хватит. Хотя учеников у нас вроде как поболее будет. Поэтому очереди будут в столовку. Но ничего страшного. Мне кажется, переживут. Просто некогда больше столы размещать. Можно сдвинуть, конечно, вот так вот. Но хз, как будет персонал проходить. Вот здесь вот что ли. Ну, ладно, давайте попробуем. Разместим вот так. И вот так. Может, что из этого получится. Мне кажется, персонал все-таки не сможет пройти здесь. Потому что ученики будут сидеть и жрать. Так что, ладно, вернемся как было. Мест, конечно, меньше будет. Можно было, кстати, развернуть. Вот так вот, например, сделать. Но толку от этого хотя. Ну как, давайте попробуем. Так, здесь входная дверь. Значит, делаем вот так вот. Вот так. Вот так. Да, кстати, можно тогда вообще никаких пробелов. Не делать. Вот так вот сделать. Ну, как-то так, короче. Полное говно, конечно, получилось. Но нормально, нормально, мне кажется. Для первого раза. Так. Кстати, мы пол так и не заделали до конца. Давайте вот здесь вот бетон. И вот здесь вот бетон. Так. И надо уже, чтобы наши работяги начинали работу. А в классах у нас будет, наверное... А какой здесь пол-то? Выбора-то нет. Ну, собственно, обычный бетонный, наверное. Сделаем двери для персонала. Они смогут переходить в любой класс. Вот так вот, вот так вот. Так. И здесь, наверное, стенку было бы неплохо захерачить. Вот тут вот. Вот так вот. И тоже сделать вход для персонала. Кривый, конечно, получается. Вы сами видите. Но не рассчитал я. Можно здесь дополнительную столовку потом сделать. А вот эту комнату разделить на два. Но пока мы этого делать не будем. Так. Давайте разберемся теперь с классами. Офис. Вот класс. Вот здесь вот будет доска. Вот здесь вот будет стол для учителя. Вот так вот. Нормально. Вроде как сможет проходить. Так. И теперь для учащихся. Столики. Сколько мы сюда можем пропихнуть? Интересно. Я могу делать вот так вот, например, вплотную? Они смогут усесться? И смогут ли с задних рядов выходить к доске? Ну, не знаю. Короче, проэкспериментируем, друзья. Так. И надо, кстати, вот здесь вот полы тоже заделать. Да. Что-то я перестарался, наверное, с этими классами. У нас огромное количество учеников. Получается, а столовка мизерная. Так что вот этот вот кабинет мы, наверное, под класс делать не будем. И, кстати, я херово, во-первых, разместил двери. Сейчас буду переделывать. И, во-вторых, я парты, стулья парты поставил. Тоже дерьмово. Так что мы вот это вот все сносим. Я могу это снести-то? Так. В объекты. Да, могу это все снести. Все это сносим и устанавливаем вот так вот. А что, если ученик левша, например? Тут столик под правой рукой. Не повезет тому чуваку. Все, двери я поставил нормально. Заделал. Забабахал вот такую вот небольшую клинику. Только, блин, кровать я одну расположил. Херово. Надо ее удалить. На самом деле снести. Вот эту вот кровать, наверное, снесем нахер. Здесь шкафчики с медикаментами. Стулья, чтобы медсестрам посидеть. Небольшая библиотека. Точнее, книжный шкаф. И часы я здесь повесил. Так. И также мне пришлось снести отсюда стену. Потому что, похоже, друзья, столовку целую сделать здесь нельзя. Здесь обязательно должна быть кухня, похоже, отдельно. И отдельно кафетерий, где люди будут жрать. Но это не точно. Опять же, проверить мы сейчас это с вами не можем, к сожалению. Потому что учебный год не начался. Так. Ну давайте зону выделяем. Вот это вот кухня, допустим. Вроде никаких ошибок. Так. Теперь перейдем тогда сразу к классам. Вот это у нас класс. Не хватает стула. То есть стул еще, да, скорее всего, для учителя нужен. Так. Ладно. Найдем стул. Стул, стул, стул. Где-то в стул-то ее пермитеатр. Вот он, стул. И куда мне его? Вот сюда вот, на место учителя размещать. Допустим. Разместил. Вот сюда вот еще. Вот сюда, вот сюда. Так. Теперь давайте работяги быстренько. Заделайте стулья. Блин, но хз. Вот здесь вот смогут люди проходить, когда учитель будет сидеть. Может, смысла в этих дверях тогда не будет. Так, ну вот. Вроде ошибка пропала, друзья. Так, тихо, тихо, тихо. Не спешите. Теперь вот это вот класс. А здесь у нас... А, как минимум 10 стульев. 10 парт. И минимальный размер 5 на 5, друзья. Так что эту комнату нам либо переделать придется под что-нибудь другое. Например, под коморку уборщика. Так, вот здесь вот нормас. Вот здесь вот нормас. Ну, 3 класса, на самом деле, для начала неплохо. И вот эту вот комнату тогда можно под класс переделать. Интересно, можно перемещать объекты, например? Честно говоря, не похоже, друзья. Может, здесь есть какой-то инструмент, который я не замечаю, с помощью которого можно перемещать различные объекты. Сейчас посмотрим, все ли мы в туалетах правильно сделали. Может, там тоже 5 на 5 нужно. Вроде как нет. Смотрите, зоны выделились. Без проблем. Так, а теперь клиника. Выделяем. Тоже с клиника все норм. Сделали. Ну, похоже, да, придется здесь столы убирать. Чисто делать кухню. А кафетерию устроить где-нибудь здесь. Вот это вот будет коморка. Точнее, это будет класс. Это будет коморка уборщика. И компьютерный класс нам не нужен. Нахер. Потом, как у нас будут деньги. Потом, короче, увеличим школу, там, и захерачим библиотеку. И компьютерный класс построим. Наверняка компьютер дорогущий. 600 баксов. Как сортира, на самом деле. Как унитаза. Ну, как-нибудь в другой раз, когда у нас увеличится бюджет. Так, ребята, вы работайте. Давайте сносить вот это вот говно. Можно увеличить скорость. Игра, кстати, своей стилистикой сильно напоминает RimWorld. Не безызвестный. Так, рабочие, видимо, отдыхают у нас. Надо разобрать этот класс. Давайте пока что посмотрим. Наши расходы, например, на воду. Смотрите, электричество. Пока что расходы не такие уж и большие. Бюджет все меньше и меньше у нас. Надо, видимо, уже скоро запускать учебный год. Открывать школу. Мы, кстати, можем здесь нанимать и увольнять рабочих. Может быть, потом уволим пару рабочих, сократим. Потому что, на самом деле, слишком быстро они все делают. Их слишком много. А потом ремонтных работ, возможно, минимальное количество будет. Хотя, не знаю. Пока что так оставим. Так, кстати, у нас тут есть лист заданий. Мы еще нихера не выполнили. Нам нужно еще учителей нанимать. Ну, в принципе, я и сам это хотел сделать. Также три повара. И все-таки придется заделать кафетерий. Да, вот здесь вот она, скорее всего, будет тогда. Или, может, маленькую вот такую вот. Да не, у нас учеников будет дохера. Да, вот такое вот помещение как раз сойдет для кафетерия. А здесь чисто... Уберем столы, вот эти чисто будет кухня. Или можно разделить вот так вот. А, хотя нет, мы не сможем разделить. Потому что кухня, по-моему, 5 на 5 или даже больше должна быть. Так что мы все так оставим. Может, побольше камер морозильных и так далее. Ну и все, вот такие вот задания. Так, это что у нас такое? Да, это, видимо, уже достижение. Вон, смотрите. 50 студентов обучить. Обучать 100 студентов и так далее. Ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Кстати, смотрите, они натоптали, что ли? Вот же рабочие, блин. Натоптали. А уборщика у нас пока что нет. Да, вот эта вот комната... Вот это, точнее, комната уборщика будет. Тачки, смотрите, проезжают. Ладно, короче, начнем учебный год. Мы, скорее всего, в следующей серии. Если вам вообще игра понравится, то я буду продолжать. Мне, в принципе, неплохо заходит. А на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Продолжение следует...